Я вас приветствую, многоуважаемые подписчики, а также те, кто зашел, набрел на мой канал совершенно случайно. Сегодня новый разоблачительный ролик лунной американской аферы, луафы, как я называю, луаф, лунная афера, и Юрий Игнатьевич Мухин, продолжение прошлого. Но вот эти цели, которые ставятся перед космонавтикой, они труднодостижимые. Труднодостижимые цели, на этих труднодостижимых целях, значит, создаются инженеры. Инженеры и кадры рабочих, которые могут это создать. От космоса там всегда говорят, что есть там большая польза, но на самом деле она может быть не такая большая, но она действительно есть. Смотри, навигация, это же вообще с ума сойти, что сейчас дошло до навигаторов. Они несколько миллиметров могут на местности сейчас оборудование определить. Раньше анекдот такой был, значит, говорят, примета народная, говорят, если, говорят, для Советского Союза, если в село въехала, говорят, военная колонна, офицеры вышли и стали в карту смотреть, то это значит, они будут дорогу сейчас расспрашивать. Хотя в этом тоже большая уязвимость есть, потому что вы ведете спутники в строй, и у нас не останется людей, способных сориентироваться на местности. Вот, но на самом деле это огромная помощь. И вот эти космические задачи, то, что ты ставишь, ты на самом деле решаешь очень много задач, которые в других областях техники могут пойти. И вот все достижения были Советского Союза. Мы первые полетели в космос, мы первые ввели туда человека, мы первые полетели к Луне, мы первые сфотографировали ее, мы первые там облетели в обратную сторону, с вами сели. И мне не было больше ничего, чтобы они могли не повторить нас, а что-то оригинальное сделать. Вот и удивились, что мы сейчас пошлем человека. Само по себе, по словам туда человека, это большая глупость. Потому что, ну вот, что ты можешь, человек, вот ты сел на этом Марсе, что ты можешь увидеть? Ну, увидел ты, увидел, но, во-первых, ты туда сел для того, чтобы показать. Значит, ты должен либо телекамеру привезти, либо сфотографировать. Ну, так можешь послать туда телекамеру и фотоаппарат без тебя. Что ты еще можешь делать? Образец взять, ну, прости меня, это без тебя можно взять. Но твой полет куда-то, это десятки тонн грузов для обеспечения твоей жизни. Хотя этот фотоаппарат или этот БУР, или эти отборники проб, они вообще ничего не требуют для обеспечения своей. Мало этого. Тебе же нужно, тебе же энергию нужно восстанавливать там консервами, питанием, белком, жирами. А им, вот они батареи солнечные выбросили, им достаточно. Потому что не нужно запасов ввести. Короче говоря, все вот эти разговоры, а там сейчас, вчера что ли, прочел Лон Маск, мы будем там возить к Луне людей, там, за 100 тысяч долларов. Зачем их туда возить? Смысл какой? Это перед кем-то покичится. Да, сейчас много людей, которые, не знаю, вот им важно перед кем-то что-то сказать, что я вот такое, что-то такое вот вычурное. Понимаешь, когда у нас кто-нибудь там, Дерипаска, имеет яхту больше, чем броненосцы Российской империи, по водоизмущению, и спрашивают, зачем это тебе? Ну как же, кому-то шпыль в глаза пустить. Зачем Луна? Вот мы создадим искусственную Луну, то есть создадим станцию космоса, 300 километров от нас, удобство доставки, удобство этого самого. И тогда, допустим, ты хочешь послать там к Юпитеру или к Плутону станцию весом 300 тонн. Ну нормально, посылай по 7 тонн на эту космическую станцию в таком виде, чтобы ее можно было там быстро соединить и там тебе выстроят все то, что можно сделать на Луне. От Луны еще нужно отрываться, а тут-то отрываться-то не придется. Короче говоря, если тебе вот эта вот идея сделать космическую станцию, то ее сделать нужно то, что она есть. Ее сделать нужно на орбите. Космонавт Леонов, он должен был быть одним из тех, которые не высаживаться на Луну, но облететь Луну. Потому что это уже было бы достижение, и оно на что-то, ну как бы, ну еще одно достижение, на что-то было похоже. Но, говорит, друг, без каких-то объяснений, без каких-то причин, раз, это запретили, эту программу закрыли. Там настолько было перекрыто все, что, вот ты понимаешь, я разговаривал зам главного редактора, также покойного, зам главного редактора журнала «Техника молодежи». Он такой, обо всем печатал в Советском Союзе, в этом сайте. Он говорит, мы как-то раз читаем в канадском или в американском журнале, что-то такое там про советскую космонавтику так, пренебреживно сказали. Ну, мы так разговаривались, ну, мы вам сейчас дадим, значит, в этом самом, написали такую статью про дефекты всей американской космонавтики. Не о Луне, а просто дефекты. И вдруг выяснилось, что главный редактор, вот он может разрешить публиковать все, но вот этот материал, он должен повести в ЦК и согласовать в отделе пропаганды. Если только, то есть, как это говорится, ключевые слова, американская космонавтика, все, ты не имеешь права сам ничего публиковать. Он поехал в ЦК, вернулся туда, запретили. То есть запрещена была любая критика американских достижений. Понимаешь? Я бы сказал так, в 89-м году победила бюрократия Советского Союза. И с тех пор она у власти. Характерное свойство бюрократии в том, что она не способна ничего делать, не хочет ничего делать. Ее главная цель – это существовать на вот этом месте своем бюрократическом. У нас вот главная цель, вы не критикуете, главная цель Думы – это существование депутатов. Вот им плевать на народ, у них нет ни одного решения, которое бы что-то улучшило в России. Ну, что-то там хоть на рубль сделал Россию богаче. А у них только запретить, запретить, запретить. Все стало так. В том числе, я это вижу, космонавтика. Речь идет не о том, чтобы что-то там покорить и победить. Речь идет о том, чтобы прокормить вот тех 250 тысяч человек, которые с космонавтикой кормятся. Разумеется, им нужно что-то показывать. Ну, и они тут, Рогозин тут тебе хвалится, что мы вот то сделаем, туда полетим, сюда полетим. Там даже без вопросов, зачем это надо. Выделяются деньги, их нужно усвоить. Чтобы усвоить, нужны какие-то проекты. Я тут посмотрел, недавно написали письмо мне на сайт, говорит, бывший выпускник московского училища, которое делает программистов, по институту, которое делает программистов, академия. Он говорит, написал, говорит, товарищ письмо однокашник, он в Америке. Говорит, они собрались там отмечать какое-то, и собралось 500 человек. Нас, говорит, в России сейчас только нет. Вот выпускников не работает. То есть, готовим инженеров для Америки, для силиконовой долины. Так и говорит здесь, вот, что тут Америка сказать? Да, объясните, объяснение будет правильным. Это отсталости, это, собственно, завязано с тем, что нет во главе страны руководителей, которые бы, которые бы заботила не какое-то свое место, а сама страна заботила. Я говорю, там его никто не искал. Я вот, у меня вот два тома лежит, этих самых, там, по-моему, и слов таких, они о гелии вообще ничего не говорится. Вообще, что касается газов, то первое, что я услышал, это вот, что японцы определяли азот. Он, скорее всего, был газообразный. Ну, вообще-то, не понимаю. Понимаешь, там же вакуум, там нет атмосферы, и там любым газом очень тяжело существовать, они должны абсорбироваться, ну, как-то прилипнуть к чему-то. Это, потом, это очень тяжело определять. Я говорю, вот только у японцев слышал, что они провели исследование азота в американском лунном грунте и определили, что там азот земного происхождения. Ну, мы основное базовое узнали. Вот то, что привезли эти 300 грамм грунта, узнали базовое, кроме того, сфотографировали Луну. Вот. Что касается, то, что американцы больше, как-то базовое. Ну, мы поняли, еще состоит реголит, вот почва. В этом деле, что-то мне уже об этом рассказывал. Американцы, по идее, должны были привезти гораздо больше. Вот сделать то, что я тебе говорил, что взорвать, просмотреть в это самое, коренные породы. Мы же брали породы, это как вот песок на пляже. А что, пошли по нему и набрали. А есть же еще выходы скальных пород там. Собственно, породы Луны, вот надо было бы к ним подойти и от них отковырнуть, от них взять образец, что они из себя представляют. Да, по идее, должны были сделать американцы, но от них ничего не известно. Я вот отдал книжку, первую, космические старты. Нет. Ну, что-то такое там. В общем, большая статья об американских достижениях. Читаю, что толку от того, что они летали, это уже через 20 лет было. А никакого. Вот, понимаешь, все догадки. То, что знали о Луне до их полетов, то и после их полетов узнали. Сейчас начинают говорить, что да, вроде бы обнаруживают какую-то там воду где-то на полюсе. Что-то там еще какие-то вещи. Это уже с сегодняшними достижениями. Техника ведь скаканула ужасно быстро. Это вот мне хорошо видно на моих глазах, понимаешь, когда я вот это вот видишь, это скачал. Нам надо было развивать то, в чем мы стали специалисты. Это вот космические автоматы на Луне. Это вот луноходы. Кто же сейчас китайцы делают? А представляешь, 50 лет прошло, мы могли бы это делать, мы бы уже такими стали специалистами. Мы бы там Мерседесы гоняли туда-сюда по всей Луне, если бы мы этим продолжали заниматься. А этим надо было заниматься. Вот должен был делать такой вездеход, который будет... Вот проехал к скале, шурф в нее завернул, керн вынул, в это положил, отправил, уже бы это делали. Мы бы уже знали. А фактически полностью прекратилось, вот из-за этой аферы американской, полностью прекратилось исследование Луны. Теми способами, которые наиболее доступны и наиболее дешевые. Это способами автоматов, посылки туда автоматов. если они не брешут, а теперь уже не знаешь, как им верить, потому что это империя лжи. Они лгут нагло, лгут по любым поводам. Это же не единственная афера. А 11 сентября, прости меня, это как понять. Если они не лгут, то вот эти полеты их к Марсу, то, что у них марсоходы, полеты их к дальним планетам, туда, к Плутону, к этому самому. Это, конечно, очень большие достижения. Китайцы на это еще не идут. Но китайцы вырвались вперед по количеству запуска вообще спутников и ракет и космических аппаратов. Так что очень не исключено, что сейчас впереди Штаты, а какое-то время их опередят Китай. Вопрос уже состоит не о том, что что-то надо, вот что-то мы хотим узнать, что-то надо, а о том, что вот полет американского космонавта на МКС и возвращение и обратно, это хорошая зарплата, там, допустим, нескольким тысячам человек. Это выделяемые деньги на это, это люди, которые следят, оборудуют там, станцию, их варианты делают, все это, они вот заняты этим делом, ну, и как тебе возьмешь, откажешься и пропал. Это вот вариант, если хочешь, с наркотиками, понимаешь, деньги усвоить, выделяемые бюджетом деньги, потому что прекратишь что-нибудь делать, тебя это урежут, потом черта восстановишь. Вообще, как когда-то я. так что тут вот какая их цель в космосе? Конечно, есть спутник, конечно, уже есть большие практические варианты, это навигация, прежде всего, вот, это погода, прежде всего, потому что, прости меня, обугают все погоду, но точность очень неплохая, я бы сказал. По сравнению с тем, что было в Советском Союзе, сейчас точность определения погоды очень неплохая. Вот, ну и различные, вот это съемки земли, это источники занеполезных ископаемых, вот я сейчас смотрел, ну, ну, как так сказать, люди работают, то есть, выделяются, там может быть куча бездельников, но есть люди, которым просто честолюбие заставляют, толкают их вперед исследовать, и они это исследуют, и они работают. Так что, тут цель, я говорю, главное остается это усвоить средства, которые выделяются на это, но и побочно возникает, разрешается масса проблем, и находится масса, производится изобретений, открытий необходимых человечеству. Ну, а сейчас, опять же, песня в продолжении прошлого, посвящена она выходу в космос Алексея Архиповича Леонова. Композитор Ян Фрэнкель исполняет Владимир Трошин. Всем привет! Я слушаю бесконные шаги, Бесконница шагает по земле, по синим космодромам на заре. Шаги, шаги, по трассу, по строге, по белым облакам, по синий вес. Шаги, шаги, по небу пять шагов, за каждым шагом он звуки и рот. Шаги, шаги, по трапу, по траве, по белым облакам, по синеве. Шаги, шаги, по небу пять шагов, за каждым шагом от звуки миров. И я не сплю, я слушаю шаги, в домах уже погасли огоньки. Мужчины отдыхают, чтоб опять на зорях по земле большой шагать. Шаги, шаги, по трапу, по траве, по белым облакам, по синеве. Шаги, шаги, по небу пять шагов, за каждым шагом от звуки миров. А под Калугой в маленьком селе сегодня утром радостно в семье. Шагнул мальчишка, первый раз шагнул, и вновь на космодромах слышен путь. Шаги, 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 по трапу, по траве, по белым облакам, по синеве. Шаги, шаги, по небу пять шагов, за каждым шагом от звуки миров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok